Всем привет! И сегодня мы проведем обзор китайского пауэрбанка с сайта Алиэкспресс на 2600 мАч. Стоимость данного пауэрбанка составила 350 рублей. И будет интересно проверить его качество, а также проверить его работу. Ну что же, начнем наш обзор. Поехали! Итак, пауэрбанк пришел вот в таком вот пакетике. И это сразу же указывает на малый размер устройства. В пакетике у нас идет сам пауэрбанк, микро-USB кабель для зарядки, а также подарочек от продавца. В чем же главная фишка данного пауэрбанка? Это прежде всего его малые размеры. Помимо того, что он мал в длину и ширину, он также еще очень тоненький. Давайте сравним его, например, с телефоном. Вот так вот он выглядит. Телефон, значит, на 5,5 дюймов. LG G3. Также его можно сравнить с дисконтной картой. Ну вот, приблизительно можно оценить габариты. Итак, пауэрбанк выполнен полностью из пластика. У него имеется порт микро-USB для зарядки. Также имеем встроенный резиновый кабель микро-USB на 1 Ампер для зарядки других устройств. Также в комплекте идет переходничок для устройств IOS. Он находится вот в этом вот разъемчике. Вот так вот его можно вытащить. Вот так вот он выглядит. Значит, во время зарядки самого пауэрбанка индикатор начинает мигать красным цветом. Когда же он полностью зарядится, индикатор будет просто гореть красным цветом. Когда же мы заряжаем другие устройства, то индикатор просто горит синим цветом. Из недостатков можно отметить то, что индикатор не показывает, сколько именно заряда осталось в пауэрбанке. Далее было проведено тестирование. При полной разрядке пауэрбанка он был установлен на зарядку через тестер, замеряющий основные показатели. Тестер показал, что зарядка длилась в течение 5 часов 15 минут и было передано 2335 мАч. Далее тест зарядки смартфона. При полной разрядке смартфона в выключенном состоянии смартфон подключил к полностью заряженному пауэрбанку. В результате смартфон зарядился на 67%. Время зарядки составило около 2 часов. Так как емкость аккумулятора смартфона LG G3 составляет 3000 мАч, то получаем, что пауэрбанк смог отдать около 2000 мАч. Ну что же, из минусов данного устройства можно отметить длительность времени зарядки, а также неинформативный световой индикатор. Из плюсов стоимость в 350 рублей, очень компактные габариты, а также переходничок в комплекте для iOS устройств. Покупать данный гаджет или нет, решайте сами. Мне же показалось данное устройство очень привлекательным и свою цену, как мне кажется, это устройство отрабатывает на 100%. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!